То есть, видите, нам не читать вот такие эти самые деньги, да, если надо, и этих прижмём. То есть это показательная порка. А какие рекомендации? А, вот, хороший вопрос. Как пройти через угольное ушко? Как связаны деньги, и под деньгами, я понимаю, материальные ресурсы в целом, с энергией человека? Я показываю себе, что человек, как модель Солнечной системы, человек стоит в центре, а вокруг него вращается, например, некая планета. А что означает этот образ? Чем больше энергетически, чем большим объектом является сам человек, с точки зрения, мне почему-то идёт вибрационно такое слово, тем больше объектов он может привлечь на свою орбиту, на то, что вращается вокруг него. И вот так схематически это выглядит. А сами планеты, чем они являются? Теми ресурсами, которыми человек может управлять. Мне идёт информация, что вот если смотреть, вот мы сегодня смотрим конкретно материальные ресурсы, но в целом можно рассматривать различные ресурсы, например, человеческий ресурс, когда человек является неким лидером. Но в данном контексте, если мы говорим о материальных ресурсах, то картинка выглядит именно таким образом. Чем больше ёмкость человека, тем больше материальности он может привлечь, и тем с большими объектами в плане масштаба и количества он может взаимодействовать. Юля, ты знаешь, у меня родился такой вопрос. А как вот этот масштаб энергии проявляется на физике? Как в физическом пространстве он будет оперировать этими различными ресурсами. То есть то, что у него есть вот эта ёмкость, вот этот масштаб, будет отражаться в физической жизни. Причём здесь опять у меня идёт информация, что это не обязательно только материальность. Это могут быть люди, которые идут за идеями этого человека. Это могут быть команды. Если мы говорим о материальном конкретно, то человек, вот буквально, я прям показываю себе, вот у него есть, к примеру, ну условно завод какой-то, вот у него есть какие-то объекты недвижимости. То есть это прямо материальности конкретно, у него есть там денежные ресурсы, банки лежат и так далее. То есть если у него есть эта ёмкость, то тогда на физике она в любом случае будет проявляться. У него есть масштаб. Обязательно ли вот эта энергетическая ёмкость выражается в реальных физических объектах, да или нет, до определённой степени. Иногда, то есть бывают такие ситуации, когда человек может направлять свою вот эту энергию в другие задачи, в каких-то результатах его работы или исследований или что-то подобное. А такой человек вот с такой ёмкостью, может ли он вообще не иметь материальных, материальных благ? Так, маловероятно, у меня идёт такая информация. Здесь на физике нахождение подразумевает, что реализация любой даже, ну к примеру, человек хочет написать книгу, её издать, это в любом случае тоже требует материальных ресурсов, денег там или каких-то ещё ресурсов. Та же самая идейная идея всё равно подразумевает наличие материальности под этим. Что происходит, когда человек начинает терять деньги? Внутреннее сжатие, вот когда этот внутренний потенциал уменьшается, тогда, ну вот у меня идёт продолжение того образа первого, который я себе показывала, то есть как бы теряется сила притяжения, и некоторые объекты начинают как отваливаться. То есть уже вот этот центральный объект, человек, он уже не может удерживать такое количество, и тогда идёт речь о потере ресурса. А в чём первопричина или первопричины? Какие они могут? Есть ли вообще какие-то системные вещи за этим стоящие? Любые ситуации, которые снижают потенциал, о чём здесь речь идёт? Нечто, что подрывает веру человека в самого себя. Идёт физический потенциал, например, когда человек, ну там, к примеру, у него ресурс физический каким-то образом либо подорван, либо он там словно подошёл к такому возрасту, когда уже... У нас здесь тоже очень индивидуально, я сейчас себе показываю, что есть люди, которые там-то 90 лет управляют огромными корпорациями, и ну как бы у них всё в порядке. Но здесь всё это очень индивидуально. Снижение самого потенциала самой физики тоже может привести к этому. Здесь вот у меня идёт как-либо это некие ментальные, но даже не ментальные, а вот как верования, которые человек в своём первоестественном, состоянии, когда он находится, когда его внутреннее... Мне, кстати, знаешь, вот шло это ещё выше, и я потом перешла на другой. В общем, в чём здесь суть? Когда человек максимально естественным образом себя ощущает, ну как позволяет максимально этому внутреннему, его естественному источнику энергии сиять, светиться, то тогда вот это вот солнце, да, которое я говорила как образ, оно будет светить максимально ярко. Если же в жизни человека происходят какие-то события, которые подрывают его, точнее некие у него возникают убеждения, которые начинают этот свет как закрывать или прикрывать, в силу разных обстоятельств, там могут быть какие-то драматичные личные какие-то, например, события или ещё что-то, то тогда вот этот свет, он начинает как подугасать частично, и тогда происходит вот это же сжимание потенциала. И плюс ещё и второй аспект – это вот чистое, ну некое снижение чисто физического потенциала, физического тела человека в силу разных обстоятельств. Юля, у меня сейчас такой вопрос, а давай посмотрим, любопытно, почему сейчас такая ситуация происходит, что очень богатые люди, вот эти олигархи, которые начинают терять деньги. Мы отойдём от политической ситуации, посмотрим её с тонкого плана. Показываю себе, что стоят фигуры, вот это наши олигархи, и они как будто как заморожены. А что стало, что это вообще такое, что я себе показываю? Противостояние центральных, и вот идёт такое, центральных мировых сил, идёт такое ощущение, что вот как бы кто кого, ну как вот если две части, вот почему-то я показываю себе две части, ограничения, которые накладываются на крупнейших бизнесменов страны, это просто как одно из средств взаимодействия, воздействия. В данном случае вот эти ограничения, это просто как некие форс-мажорные обстоятельства. Ну окей, но тем не менее, они же происходят с конкретными людьми, ну как если условно сейчас продолжить свою мысль, если они потеряли, то соответственно их внутренний вот этот вот энергетический ресурс, он же уменьшился или как? О чём здесь речь идёт? Вопрос, они потеряли свои ресурсы? Вот, а у меня идёт в догонку, они нет. Ну да и нет. Вот то, что я показывала себе, вот эти замороженные фигуры, по сути это вот их активы заморожены, и они ими не могут сейчас оперировать. Причём знаешь, показываю себе, что где-то частично, да, что-то утрачено полностью, но основная масса активов, она просто замороженная, они сейчас не могут ими оперировать, управлять ими. В чём первопричина для них потери ресурсов в данной ситуации? В чём вибрационно? У меня такая идёт информация, что в целом это системно, так как эти люди являются как столпами, по сути, основополагающими, такими как персонажами, персоналиями российской экономики. И здесь это как некая системная ситуация, которая не связана с их потерей потенциала, как личного, как персонального. А здесь речь идёт о том, что они стали заложниками вот этой системной истории. Ну давай сейчас задайся. Что что-то я доню на них. Задаю вопрос. Я тогда сейчас начну с этого. Почему сейчас издалась такая ситуация, что очень богатые люди, олигархи, в частности российские, испытывают экономические трудности, конкретизируя вот начнём с того, на самом ли деле то, что показывают нам, соответствует ли это действительности, здесь и сейчас, да или нет. Но у меня идёт нет. А то, что показывается в публичном пространстве, в прессе, это что такое, что происходит здесь сейчас. Идёт слово такое превентивное. Превентивные меры. Показательная порка. Такая картинка идёт, вот ты знаешь, как приближённые царя. Вот сейчас прям вот эти времена Петра, меньшиков или как его друг, дружбан-то был. Такая картинка, он значит, они с ним типа вот прям сидели, пиво такие, кружки пива пили. Потом он его что-то, ах ты такой, его прям хватает под рукой, на лавку кидает и пороть начинает. Прям штаны снимает и прям вот так пороть начинает. Значит, штаны одевает, он такое задницу почёсывает. Ну такое, ладно, иди, с глаз мои, худи. И уже вижу этот, и он идёт такой уже при параде одетый. Что-то раздаёт какие-то указания. Вокруг него, значит, лужки там бегают. Он уже опять в почёте. Вот я такую красивую картину себе показала. Я что хочу себе продемонстрировать. На здесь и сейчас финансовые трудности. Ну условно это можно так сказать, да. Как вот Юля выше обозначила. На самом деле есть ли у них потеря, то есть потеря ресурсов, люди бизнеса, большого бизнеса, где ходят большие потоки денег. Это как, я сейчас показываю прям себе схему, вижу, как вот точки такие в разных местах, большие, круглые, светящиеся, между ними соединения. И вот по ним как энергия бегает, вот как цепочка проводов вот такие от этих, бегает энергия. И всё по сути, вся эта система, она закольцована, она вся взаимосвязана. И что я вот это хочу себе показать. Что на самом деле эти люди, они все входят в единую цепочку определённой системы. Эта система, она как вот взаимовыживаемая фраза такая. И люди, которые встроены в эту систему, там очень гибкость большая. У них есть определённый энергетический потенциал, о котором и речь шла. Но у них есть ещё масштабность мышления, гибкость мышления. Это как стратегия. То есть, по сути, эти люди, они не просто абы как попали, вот так, как кур во щип. Они как предполагали, даже если они сейчас встали перед такой ситуацией, по большому счёту, они как знают, как из неё выходить. То есть, как вот мы подразумеваем, ай, всё, да, всё, всё с деньги забрали, сидим вот там вот, хлеб, вода и всё. Они, эти люди, они как вот, они как гроссмейстеры шахматные. Они выстраивают, то есть, вот да, перед ними возникла задача, но именно отличие вот этого мозга предпринимателя, что он сразу в его голове возникает сколько-то вариантов решений данного вопроса, ни один, ни два. Их там как минимум четыре, пять. Он, у него сразу начинает в голове, вот у него задача возникла, и у неё начинает формироваться, как из этой задачи выйти. То есть, по сути, это не показатель, что изначально мы говорили, и снижение их энергетического потенциала. Это как развитие ситуации, развитие просто исторического процесса данного цикла, данных ситуаций, которые отдельно, если смотреть, надо, ну, объяснять, что там происходит, кто с кем взаимодействует и так далее. Но если мы говорим с их позицией, то есть, они встали, грубо говоря, перед определённой задачей, как любой бизнес крупный. У него есть задачи, есть какие-то торможения, конкуренция, кто-то новый приходит в бизнес и так далее, или наоборот, кто-то хочет его вытеснить из этого бизнеса. Всегда есть то, против чего они работают. Ну, как это вот их, как бы вообще задача, да, поднять, вытеснить конкурента с рынка. То есть всегда есть какая-то задача, против которой включаются его вот эти мозги, его этот потенциал, который его, в принципе, привёл к тому, что он имеет определённую империю, ну, вот империю, можно сказать, денег, я имею в виду, ну, вот в этом плане. Я даже сейчас, вот у меня мой мозг мне подкидывает, вот они типа ресурсы, вот что они там, ресурсы взяли, да, вот с чего наши российские олигархи-то вот как бы построились, вот там, когда был развал. Но на самом деле эти ресурсы, к ним, имея доступ, ну, как бы достаточно большое количество людей, а получил, там, вышел, смог победить, потому что тогда я прям вижу, как свора лезет такая, вот прям собак кидается, но всё равно победил сильнейший. Как уж там, правдами, неправдами и так далее, но это всё равно показатель того, что он смог найти такие решения, что выигрывая, выйти с этой ситуации. Так вот, эта система вот этих людей определённая, она немножко отдельная, это не совсем, это не имеет отношения к политике, это вот именно эти игроки. И они как бы и включаются, и в политические какие-то эти, если они понимают, что через какие-то способы я могу достичь своей цели. Поэтому та же ситуация, которая сейчас разворачивается, она условно выглядит для нас как, о, вот, кто-то радуется, да, кто-то задумывается, он, если уж их там, типа, прищепнули, это чего уж говорить о нас, да. То есть с одной стороны, о, вот, я сейчас эту фразу сказала, и у меня тут прямо сейчас такое пришло. Их вот это, то есть то, что происходит с ними, оно имеет ещё вот этот эффект для масс. То есть видите, нам не читать вот такие эти самые деньги, да, если надо, и этих прижмём. То есть это показательная порка, которая, по сути, завершится, и всё встанет на свои, все останутся при своих, после того, когда эта вся игра придёт к каким-то своим логическим завершениям, к тому, что в неё там заложено, кто начал вот эту игру. То есть, по сути, а эти вот люди из этой системы, они, да, они сейчас находятся в процессе. В процессе кто-то соглашается идти на какие-то компромиссы с политиками того или иного государства, спонсируя их какие-то акции, вот, выражая это как своё там несогласие. Кто-то находит какие-то другие способы, кто-то соглашается на показательную порку в ответ на то, что его активы как бы просто вот заморожены, а потом всё как бы мы тихо, тихим сапом договоримся. То есть у кого-то и такие варианты есть. Кто-то быстро начинает какие-то другие каналы, переводить свои ресурсы куда-то в другие места, ищет как бы вот это, как вот я про этого яхту, да, там какие-то более спокойные регионы и так далее. То есть тут на самом деле они начинают работать, можно сказать, в своей сфере. Вот то, на что у них заточена вся их конфигурация. То есть там ничего по сути с их энергопотенциалом не происходит, а наоборот, на фоне вот такого большого стресса, можно сказать, стресса, такого вот, такой задачи сложной, будет даже некий всплеск, наоборот, вот этого адреналина, который у многих там, допустим, людей вот жалуется, что нет уже смысла, да, цели в жизни, вот уже всего добился, вот всё у меня есть, вот сижу я такой, ты не знаю, в чем себя развлечь. Для таких людей это даже будет таким адреналином, как вот, как в молодости тогда, вот ты свой первый миллион заработал, и вот надо его не потерять, а дальше, выше, а тут тоже вот этот риск, риск возникает, и кого-то это прям сильно драйвит, вот как-то прям рождается вот этот вот молодой задор тогдашний. Тут главное то, что они ищут, решают задачу, по сути, да, для них вот. Но меня вот ещё зацепило вот это, что на самом деле то, что с ними происходит, то есть в публичном пространстве, это тоже способ воздействия и создания определённого, определённых установок, которые как вот наглядно показывают, закладывают в общество. типа чувствуете, что вот думали, что деньги решают всё, а на самом деле нет. То есть здесь искусственно создавая, вот это как изображаем, да, искусственно создали ситуацию, которую будут ещё использовать для влияния на массы людей обычных. создания определённого убеждения у людей, у народов относительно денег, что и зачем мне деньги, а к чему, вот видишь, вот ты всё накопил, вот недвижку купил, а тебе бац и убрали. То есть это формирование, искусственное формирование ограничивающих убеждений у больших слоёв людей. То есть ни к чему вам хотеть чего-то там богатого. Зачем оно вам? Вот видите, как есть. И здесь вот в этом тоже есть некий смысл. Почему это вот освещается, показывается и так далее. Марин, а в чём причина, что люди теряют, ну, обычные люди теряют в текущей ситуации? Теряют ли все деньги, да, или нет? Ну, нет. Есть ниши, которые просто взлетели и заработали очень много денег на всём этом. Я вот сейчас вижу такое вот густое, замешивается как густое, что это такое? Вот как какая-то такая густая энергия, вот как в пространстве закручивается густая энергия, создаётся определённый вибрационный фон, который начинает воздействовать на всех. И вот в этом определённом вибрационном фоне, в этой атмосфере, исходя из того, у кого кто чем напитан, кто чем нафарширован, происходит реализация внешних событий. В частности, это касается денег. А почему большинство денег людей теряют деньги, работы теряют, инфляция, повышаются цены, заработная плата та же. В чём причина? Причина первичная, фундаментальная в тех базисных установках, которые напичкан каждый человек. Касаемо нашей страны и нашей ментальности, тут очень много, то есть брать, если нашу, просто конкретно нашу страну. У меня прям пошла ретроспектива всех этих вот парады, пионеры, октябрята, вот прям пошла Великая Отечественная война, прям такая вот сепия жёлтая, вот парад идёт, да, потом показывается разруха, как всё это восстанавливается, то есть ни у кого ничего нет, все бедные, нищие, все хором восстанавливаем разрушенное. Потом исторические события дальше сменяются, вот эти там хрущёвые оттепели, вот эти вот заседания ЦК КПСС огромные, вот прям вот идёт исторические вот эти. А обычный народ, он как вот проживал эти стрессы, начиная от царя гороха, революция, опять, значит, в хаос всех, то есть большая часть людей, да, жили в сильных ограничениях, потом опять перевороты, потом эти революции, потом люди основные, они всё равно постоянно находились в сильном давлении, в сильном ограничении в плане материальных ресурсов. По сути такого, чтобы вот мы все жили, я имею в виду среднестатистические жители, они берут простые, как какой-то интеллигенции состоятельной, да, или там какие-то чиновники, которые тоже имели там какие-то больше возможностей, я беру вот большую часть нашего народа среднестатистического, он постоянно переживал и как-то пытался освоиться вот в этих ограничениях очень больших. Почему наши, вот мы, русский народ, выбрали развиваться вот в этих сильных, больших ограничениях. Вот я так задам вопрос. В чём, почему мы решили так? У меня сейчас картинка, это как орех зреет в скорлупе грецкий. Вот у него скорлупа большая такая, и вот орешек-то маленький сначала созревает, потом больше, больше. Но скорлупа, чтобы вот этот орешек, который внутри, он же самоценность свою набрал, вот этот микроэлемент и так далее, вот этот панцирь, который его ограничивает, он как бы внутри, вот внутри, внутри зреет, вот эта самоценность этой личности. То есть, по большому счёту, это не то, что сам российский народ, вот мы так выбрали. Я хочу сказать, что здесь на земле, вот это вот сейчас я вот опять туда залетаю, куда-то вверх, вот как зонирование. Эти такие вот нации, народность, у них есть такая-то особенность. Если ты рождаешься вот этим представителем этой народности, ты можешь получить вот такой-то опыт развития. Ты будешь жить в таких-то социальных нормах. Ты вот так-то вот разовьёшься и такой-то опыт получишь. То есть, вот они, эти зоны декораций, грубо говоря, которые позволяют получать определённый опыт. И вот как вот эта территория большая России, здесь происходили разные изменения, в том числе, и вот я сейчас вижу тех светящихся людей, которые здесь были, да, вот тот язык, древнерусский энергетичный, который пользовался совершенно по-другому способу. И дальше, дальше вот эти тёмные, ну, как бы это я сейчас не буду, уйдёт, уведёт меня туда. Ну, короче, смысл вот этого грецкого ореха в толстой кожуре сохранить и помочь развиться вот этой, внутри этой начинки, которая очень насыщенная такая. То есть, через эти трудности происходит очень серьёзная внутренняя личностная трансформация. По крайней мере, она даёт возможность созреть такой личности. И это как один из путей развития вот в этом пространстве. Но здесь и сейчас получается, что под давлением всех вот этих исторических процессов, но здесь и сейчас, у большинства нашего населения, у меня вот идёт 75%. Формировано очень большой набор всяких ограничительных убеждений касаемо именно материальности, именно денег. А пространство, которое вокруг нас сейчас формируется на тонком плане, ну, как вот это пространство, оно проявляет всё вот наружу, оно очевидным становится. Это как, я не знаю, ну, как изобразить, вот как, да, мы вдыхание вот в тёплом помещении, да, ты же не видишь, а в холодном помещении ты выдыхаешь, и ты видишь пар. Изо рта ты его видишь. То есть сейчас вот нечто такое происходит, проявляются все наши, вот так скажем, ограничивающие убеждения, и они начинают проявляться вот через, ну, вот буквально мы их видим. То есть потеря денег, почему я потерял, почему я потерял деньги, а мой сосед, который работает там в онлайн-магазине, да, наоборот, блин, стал много денег зарабатывать. Вот это пространство, ну, даже я сейчас убираю, вот прям конкретно беру наше вот это 2020 год, когда всё это началось, ну, и вот дальше всё стало накатано и развиваться. И вот сейчас 2000, до какого времени это вот такая консистенция густая этого пространства? До 2023 года прям насыщенность такая вот этого пространства, и всё, что в человеке присутствует, я ещё раз повторяюсь, оно вот так будет проявляться видно в деньгах, в отношениях. Почему вот эти вот все сыпятся отношения? Да, есть психологические вот все вот эти, потому что люди друг на друга стали, друг друга стали видеть. Их закрыли в одном пространстве, и они вдруг поняли, что рядом с ним посторонний человек, он вообще его не знает, по сути. Живёт там 10-15 лет, а вот увидел его только сейчас. То есть ситуации такие создаются, которые провоцируют вот на выйти наружу. И здесь уже у нас у всех есть выбор, что с этим делать. Увидеть, понять, убрать, выбрать и другое решение, воспринять ситуацию как возможность или вот распластаться в этом во всём, всё убиваться, горевать, рушиться, всё мир рушится, всё в тартарары, сейчас кнопку нажмут, всё нахрен взлетит к чертям собачьим, да и хорошо, да, не мучиться типа. Поэтому сейчас вот это такой период, вот это какая-то вибрационная такая частота, в которой всё очень ярко проявляется. И это огромный плюс для нас, для всех. То есть это время, которое даёт возможность увидеть то, что раньше ты никогда не замечал, мимо проходило. То есть на самом деле это уникальное время. Уникальное время увидеть то, что в себе надо подрихтовать, то, что мешает жить. Вот я так скажу. То, что мешает жить. И ты знаешь, я сейчас специально, мне хочется сказать фразу «комфортно жить», мы про деньги говорим, но на самом деле нет. То, что мешает жить. Неважно, здесь уже не имеет значения вот этот материальный эквивалент. Просто то, что мешает жить. Я могу это проявить. Это проявляется. И если это мне не нравится, я смотрю, а что это такое? Что мне не нравится? Как мне? Мне не нравится. Что я делаю? Что я думаю? Что во мне создаёт такую ситуацию? То есть здесь ещё очень важно, что атмосфера вокруг нас, но проявляем в ней мы. Понимаешь? Не атмосфера создаёт. Опять это вот у меня очень повторяется сейчас в последнее время сеанса. А атмосфера даёт нам возможность проявить и увидеть. То есть оно выпуклое такое становится. Я могу себе сказать по поводу денежной энергии. Вообще в целом нужно знать, почему, допустим, человек начинает терять деньги, о чём это обычно говорит. Затык. Слово прям идёт. Происходит некое торможение. Где-то скрежет начинается вот такое. Где-то что-то пытается привлечь моё внимание. По какой причине потеряются деньги? Там, где присутствует систематизация, я системно, либо это большая сумма денег, которая достаточно ощутима, и после этой потери качество жизни человека ухудшается, это конкретные звоночки, которые описывают сбои. Сбои в... Ощущение, что здесь что-то есть. Сбои в... Где? В моей энергосистеме. Но здесь имеется в виду не просто энергосфера, а вот вся энергосистема, я как человек, вот она вся закольцована. И сюда заходит и физика, и ментальное состояние, психика вместе, и энергетический уровень. Это вот прям вот такой... Сейчас вижу человека, вокруг него много вот таких яичек, и вокруг большой, вот он как внутри яйца, как матрешка, только это яйцо, да, как в яйце. И вот сверху большая такая энергосфера, то есть это значит, вот в его энергосистеме целиковой происходит какие-то дисфункция какая-то происходит. Значит, необходимо самодиагностировать необходим чекап, как угодно, любые сюда метафоры сейчас, необходимо остановиться и провести проверку, проверку системы. Что там идет не так? Либо я движусь в ненужном направлении для меня. Часто такое бывает, когда человек идет своим путем. Здесь пространство, и он вдруг по какой-то причине, у меня сейчас сразу, прям сразу говорю, ну по какой причине он может перейти в другое пространство? Его могут вовлечь искусственно, когда человек не отдает себе отчет, не в осознанном состоянии, находится в таком абсолютно зависимом, он, допустим, подпал под влияние информационных потоков, которые вызвали в нем страхи, то есть те его убеждения, допустим, которые, ну так его, скажем, они присутствуют, но у него есть вот какое-то понимание его внутренних желаний, и есть еще внутренние какие-то страхи, вот ограничения и так далее, но они в балансе, грубо говоря, находятся, они присутствуют, но тем не менее он идет, человек идет согласно, ну плюс-минус нужному направлению, нужному для него самого имеется в виду. Но бывают такие ситуации, которые вот как сейчас, человек может вовлечься какие-то в информационные потоки, это прямо вот как грязная такая вот лавина, вот которые сели, сходят с гор и сносят просто все подчистую на своем пути. Вот информационные потоки, они сродни этим селям, и, соответственно, человек, который туда вовлекается, он под воздействием, он теряет адекватность, он не слышит себя, он поддается вот этому внешнему воздействию, и он может как вот в таком вот состоянии неадекватности соскочить, вот в другое направление зайти. И если человек продолжает настойчиво идти вот это направление, он рушится, начинает, он начинает разрушаться. В зависимости от дисбаланса энергетического, то есть разрушения, они могут быть либо яркими, ну сразу там, если там какой-то сильный этот, он может заболеть даже сильно. Если это вибрационное такое направление, скажем, плюс-минус, его плюс-минус в диапазоне, он может как бы соскочить, грубо говоря, с рельсов, и вот как по инерции катиться в другом направлении. Но если это направление не соответствует его внутреннему желанию, у него будет сыпаться. Внешние обстоятельства они будут просто показывать, ну, деньги, контракты, вот куда-то поехал, не может и жилье найти, да, там не может осесть, не может там бизнес его порушился, не может контакты выстроить с людьми, то есть происходят какие-то торможения постоянно, то есть у него нет, нет, тут даже как бы не просто денег касаемо. Деньги просто, они ярко это сразу быстро показывают. А в принципе, деньги, это как энергетический ресурс, это энергия, которая в нашем пространстве также находится, то есть это фактически наша энергия, которая аккумулируется. Я хотела как раз вопрос сказать дополнительно, что хочу сказать. То есть фактически это та же наша энергия, которую мы продуцируем внутри вот нашей вот этой энергосистемы, которая материализуется в нашем физическом пространстве в качестве вот материальных ресурсов. И деньги, так как это, можно сказать, наша энергия только плотная, они сразу резонируют с тем, что происходит в нашем энергетическом пространстве. Если там начинает что-то сбоить, куда-то я не туда, тут же это вот как взаимосвязано очень, тут же начинается либо уменьшаться, либо если в моей энергосфере происходят какие-то благоприятные процессы, расширяются, расширяется мое мировоззрение, появляются какие-то ресурсные убеждения, которые меня выводят в вибрационную на другой уровень, тут же в моем пространстве происходит проявление этой денежной энергии, она, но это проявление, вот опять идет слово сейчас, просто буду говорить, что говорит, идет изобилие. Изобилие, конечно, оно начинает проявляться, но оно должно проявляться, как во всех сторонах. То есть это окружать меня начинает со всех сторон. То есть вот по сути изобильный человек, это не то, что вот у меня изобилие вот есть здесь, а вот здесь изобилия нет. То есть это, так скажем, процесс роста еще. То есть по сути, когда все твои сферы жизни находятся в изобилии, вот тогда ты, можно сказать, можешь на какой-то момент выдохнуть, расслабиться и вот получать удовольствие, так скажем. Я имею в виду, что все меняется, все изменяется, и человек так же проходит всегда, мы все проходим развитие, мы все идем куда-то, стремимся, дошли до определенного уровня, идем дальше, продолжаем. То есть движение, оно бесконечно, так как развитие вот этого вот цикла, как во всем пространстве, так и в нас самих, то есть цикл, он не останавливается. Я хочу на это обратить внимание, я не имею в виду, что вот так мы напрягаемся пока, мы в принципе должны соблюдать состояние радости от процесса, но мы всегда в этом процессе, мы всегда в этом процессе. Вот, и если возвращаться к нашей теме, то деньги это очень классный детектор, который тут же реагирует на вот наш внутренний процесс. А какие рекомендации? А, вот, хороший вопрос. Как пройти через угольное ушко. Да, какие здесь будут рекомендации, как пройти этот период, это максимально гармонично для себя. Хочется сказать слово расслабиться, но здесь имеется в виду избавиться, снять с себя напряжение, напряжение страха, напряжение, то есть на фоне полученной информации выбрать для себя максимально удобную позицию, для наблюдения за происходящими процессами в пространстве, в мире было слово перед этим. По большому счёту, для меня, как в принципе, ну, я имею в виду не себя конкретно, а вообще, да, я в общем говорю, для человека, для него персонально важность имеет первое, первое, это зона ближайшего его окружения, на вытянутую руку, вот прям вот я. кто здесь у меня, кто от меня зависит, на кого я влияю, на ком я забочусь, чем я занимаюсь, что я в себя вкладываю, то есть здесь прям вот идёт все эти факторы, семья, дети, я, моё физическое тело, моё ментальное состояние и так далее, то есть вот это вот, прям вот я вижу радиусы расчерченные, вот так, и я для себя выбираю сейчас главные приоритеты, то есть на здесь и сейчас главная рекомендация будет расставить приоритеты. И какой приоритет, вот чтобы гармонично пройти? Приоритет – это я, моё внутреннее состояние, а моё максимальное приоритет – это сохранять своё максимальное психическое здоровье и максимальное физическое здоровье. Если на него имеют сильное эмоциональное воздействие, там, инфопотоки, отключиться от этих инфопотоков, оставить только те, которые ему нужны по работе, которые для него действительно имеют первостепенное значение. Образовательные каналы, кому-то по работе какие-то должны, какие-то вещи, развлекательные каналы тоже нужно оставлять, потому что развлекательные каналы, чтиво, которое вот какое-то такое лёгкое, какие-то лёгкие фильмы, музыка, то, где он будет просто захотеть в это состояние спокойствия, гармонии, удовольствия. Для кого-то это может быть просто вот расслабонно, вот просто отключить мозги, что значит, да, включить какую-то музыку, ни о чём не думать, вот просто сидеть. И это тоже надо для себя оставить и создать. И, соответственно, каждый выбирает. И здесь ещё вот этот буфер, буфер выстраивать, и наблюдение, вот этот совет наблюдателя включать. Здесь сейчас каждый выиграет только в том случае, если включит осознанного наблюдателя за собой, за собой в пространстве, подмечать любые состояния, но воспринимать их не как сразу, как критику, или этот, вот как-то заходить в какие-то сильные эмоциональные переживания, а всё это делать из позиции наблюдения. Так, я отследила в себе это. Мне это надо или не надо? Мне это помогает, не помогает? Меня это радует, или это наоборот приводит в состояние, какого-то дисбаланса? Значит, я должна это убрать из своей жизни. То есть такой очень, опять же, это слово, осознанный подход к собственной жизни. Вот такой совет. Всё остальное, исходя из потребностей конкретно физики, в которой каждый, в которой находится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok